А молодые педагоги сегодня имели возможность обсудить насущные вопросы сферы образования с главой администрации Марины Тресковой. На неформальном беседе за чашкой чая был и Максим Швец. Ему слово. С первых минут встречи глава администрации Марины Тресковой дала понять, что беседа будет неформальной, попросив убрать представителей своей команды все доклады о проделанной работе и планах на перспективу. Рассказав свою автобиографию, она отметила, что Лабутнанги для нее не просто место жительства, а вся жизнь, начиная с рождения и до настоящего момента. Я здесь родилась. Я априори люблю здесь все. Все, к чему прикасаются люди. Все то, что взращивает эта земля. Все то, что рождается в лабутнанских семьях. Я не знаю любой другой истории. Что же касается молодых специалистов системы образования, то у каждого своя удивительная история. Одни также являются ямальцами, которые, получив образование, вновь вернулись на родную землю. Почему я никуда не собираюсь переезжать в будущем, да? Мне кажется, для моего ребенка наш город самый лучший. Это мое мнение. Только лишь поэтому. Я никогда, никуда, как патриот своего города, не перееду. Для других город-семилиственниц недавно открыл свои двери. Оксана Минина в Лабутнанге приехала несколько лет назад, но уже успела ощутить и поддержку со стороны руководителя дошкольного учреждения, и добродушие местных жителей. Я считаю, что город Лабутнанге достаточно благоприятный. Даже если брать с точки зрения образования, здесь любой руководитель, я считаю, поддержит желание молодого педагога развиваться дальше. А в других городах не было такой поддержки со стороны руководителя. Меня даже отговаривали идти учиться в магистратуру. Здесь меня руководитель поддержал, помог. Также очень много условий для саморазвития педагога. Да, он уже родной. Здесь люди намного душевнее, чем на земле, по моему мнению. Намного добрее. Это ощутимая разница. В диалоге не раз поднимался вопрос о привлечении в наш город молодых специалистов. Это весьма актуально, по мнению директора восьмой школы Эльмира Шифагудинова. Нам крайне приятно, что такого формата встречи проходит именно в нашем учреждении, потому что встречать молодых педагогов, это, во-первых, приятно и ответственно. Молодые люди – это, прежде всего, энергия, это новые идеи, новый формат общения. И, конечно, действительно замечательно, что местные власти находят время для общения с молодежью. И мы считаем, что такого рода встречи помогают для решения очень важных вопросов в плане привлечения молодых людей для работы в городе Лабытнанге, в Ямал-Ненецком автономном округе. И я думаю, такого рода встречи должны проходить не только в сфере образования, а в целом в городе вообще. Обсуждалось многое – повышение квалификаций, и заработная плата педагогов, и жилищные вопросы. Некоторые из них главой администрации города были взяты на карандаш. Вы знаете, мне понравилась идея поиска ресурсов для создания специализированного жилфонда. Людей, которые работают, молодых специалистов, которые работают и вынуждены снимать жилье, пока состояв в программах различного федерального, окружного уровня по решению вопросов жилья. Эта идея взята на карандаш. На карандаш взята идея брендирования города. Мы поняли, что сегодня не хватает информации о городе Лабытнанге, потому что те, кто к нам приехал из различных районов, а то и сопредельных государств, узнали о потребностях молодых специалистов случайно. Встреча за кружкой чая продолжалась более двух часов. Стоит обратить внимание на то, что молодые специалисты системы образования не только высказывали свои пожелания, но и предлагали реальные идеи, которые вполне могут войти в перечень задач от населения для местной власти, которая, в свою очередь, претерпит полную перезагрузку после выборов в сентябре 2019 года. Максим Швец, Григорий Волков, программа «Время местное». Максим Швец, Григорий Волков, программа «Время местное».